Здравствуйте дорогие любители шахмат, члены клуба, другие подписчики моего канала на ютюбе и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередное учебное видео в шахматной школе Евгения Гриниса для тех, кто действительно хочет улучшить свою игру. В последнем моем видеоролике мы с вами увидели 23 партию матча на первенство мира 1951 года между Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном, в которой была разыграна защита Грюнфельда. А до этого партию Роберт Фишер Виктор Корчной из турнира претендентов 1962 года, в которой была разыграна защита Пирца Уфинцева. А сегодня мы с вами посмотрим партию Роберт Фишер Виктор Корчной, сыгранную в мезональном турнире в Стокгольме, Швеция, в 1962 году, в которой была разыграна испанская партия. Посмотрите на приведенную диаграмму. Эта позиция возникла после 38-го хода черных, ладья Б8 на Е8 в сегодняшней партии. Сейчас ход белых. К следующему ходу белых Фишер поставил восклицательный знак. Задание для разрядников. Угадайте, как сыграл Фишер в этой позиции. Нажмите на паузу. Ответ на этот вопрос мы узнаем, когда дойдем до этой позиции в партии. А пока поговорим о другом. Многие знают о том, что на моем канале существуют правила, в первую очередь касающиеся возможности что-либо комментировать, а также определенные правила к подписчикам. Не буду их сейчас повторять, о них можно узнать из многих более ранних моих видеороликов, а также, наверное, из комментариев к данному видео. Еще надо знать, что российское отделение Ютуба, которое я называю Рутуб, полностью искажает всю статистику моего канала. И подписки, и просмотры, и лайки, и так далее. Неделями не обновляется количество просмотров в моих видеороликах. Поэтому лично я не доверяю никакой статистике Рутуба на моем канале, так как она просто не соответствует действительности. И это проверено. Я уже говорил в прошлом видео о том, что членам клуба нет необходимости часто переподписываться на мой канал, так как это не приводит к увеличению общего числа подписчиков. А я всех членов клуба и так хорошо знаю. Гораздо лучше оставлять больше комментариев и лайков, в том числе и к старым видеороликам. Сегодня по просьбе моих подписчиков я продолжу рассказывать о некоторых аспектах жизни в Германии, не претендуя на то, что эта информация на 100% соответствует действительности. Просто то, что лично мне известно. Сразу хочу сказать, что если кого-то эта тема не интересует, пропустите эту часть и ищите начало самой партии. В нескольких последних видео я говорил на тему халявы в Германии, которую сегодня и продолжу. В Германии действительно есть возможность получить что-то совершенно бесплатно, то есть на халяву. В прошлых видео я уже рассказывал о возможности бесплатно получать продукты малоимущими слоями населения, а также о возможности халявы для тех, кто работает в Германии на законных основаниях и платит налоги. Сегодня я расскажу о халяве для всех. В Германии есть такое явление, которое называется по-немецки шпермюль, но все русские называют его шпильмюль. Примерно раз в месяц в определенные заранее установленные дни в каком-то районе города жители могут выносить ненужные им вещи из дома и оставлять их на улице. Это обычно происходит вечером, а на следующее утро приезжает специальная машина или машины и увозят весь шпильмюль в неизвестном направлении. Таким образом, по всему району у разных домов образуются кучки из разных вещей. Часто это бывают предметы мебели или разная домашняя утварь, предметы электроники, детские игрушки и всякое всячину. Ну и, конечно, люди выискивают себе то, что им может пригодиться. Многие ездят с этой целью на велосипедах, чтобы быстрее охватить побольше точек, но есть еще и профессионалы. Они знают расписание всех шпильмюлей в разных районах города, приезжают на машинах или микроавтобусах и собирают самое им нужное, что они потом как-то реализуют. Возможно, даже за границей. Так что простому человеку сложнее, но иной раз может и повезти. Ну и еще об одном виде халявы для всех. В моем городе, в разных местах, в том числе и на нашей улице, установлены такие общественные стеклянные шкафы с книгами. Книги приносят сами люди и оставляют просто в таких шкафах, чтобы все могли выбрать себе, что почитать. Конечно, большинство книг на немецком языке, какая-то часть на английском, редко попадались книги на русском и совсем уж редко попадались шахматные книги. Но в целом всегда можно прийти и выбрать себе то, что тебя интересует, так как книги есть совершенно разных жанров. Кто-то приносит детективы, кто-то триллеры, кто-то фантастику, кто-то романы, кто-то литературу по компьютерам. Бывают книги в очень хорошем состоянии, практически новые. Но и тут появляются профессионалы на велосипедах. Они выбирают именно новые книги, чтобы потом их где-то реализовывать. Раньше я был записан в библиотеку. Там надо было возвращать книги к какому-то определенному сроку. Но после появления у нас общественного книжного шкафа несколько лет тому назад необходимость в библиотеке для меня отпала. Я просто проходя мимо смотрю, нет ли чего из того, что меня интересует. И если что-то вижу, могу спокойно взять. Так что проблем с книгами лично у меня нет. И всегда есть небольшой запас. Если в один раз ничего для меня интересного нет, то в другой раз наверняка что-то найдется. Как и во многих других моих видео, так и в сегодняшнем, нам встретятся задания как для разрядников, так и для начинающих. В анализе и оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой личный друг Гроссмейстер, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Наша сегодняшняя партия Роберт Фишер, Виктор Ковчной Мизональный турнир Стокгольм, 1962 год В данном видео использованы материалы и комментарии из книг Роберт Фишер Мои 60 памятных партий Издательство Физкультура и Спорт 1972 год Гарри Каспаров Мои великие предшественники Книга четвертая Репол Классик 2005 год А также другие источники на английском языке К моменту этой партии Коршному был 31 год А Фишеру 19 лет Е2 Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 Это испанская партия А6 Слон А4 Конь Ф6 Рокировка Слон Е7 Ладья Е1 Б5 Слон Б3 Это все известно Рокировка черных С3 Д6 И здесь Фишер сыграл Д2 Д4 Фишер пишет Старый ход Охотно применявшийся Эйдсом и Алехиным Но затем вышедший Из употребления От того Хорош или плох Этот ход Зависит Нужен или не нужен Белым Ставший традиционным Ход Х3 Обычно В этом варианте Белые играют Х2 Х3 Чтобы Предотвратить Попадание Черного слона На Ж4 Со связкой Коня Ф3 Слон Ж4 Сыграли черные Слон Е3 ЕД Фишер пишет Вероятно Лучшим ответом Является Ход Глигоряча Д6 Д5 После же Старого Конь берет На Е4 Слон Д5 РД7 Слон берет Коня На Е4 Д5 Слон берет На Аш7 Шах Восклицательный Знак Фишера К этому Ходу Король Берет На Аш7 ДЕ Белые Как утверждает Роберт Бирн Могут Удержать Лишнюю Пешку Не опасаясь Атаки Фишер А компьютер Считает Что после Ферзи Ф5 Шансы Равны Вернемся Назад К ходу Д5 В этой позиции Компьютер Предпочел бы Ход Слон С2 В дальнейшем Е4 Конь Б На Д2 Еф Конь Берет На Ф3 С некоторым Преимуществом У белых Вернемся Немного Назад К Ходу Е4 Пока У белых Здесь Лишняя Фигура И возникает Вопрос А нельзя Ли эту Фигуру Как-то Удержать Сыграв Х3 Слон Х5 И теперь Ж4 Если слон Уйдет То и конь Уйдет Задание Для разрядников Как Ответят Черные На эту Попытку Белых Сохранить Лишнюю Фигуру Нажмите На паузу Черные Ответят Жертвой Слона Слон Берет На Ж4 Если А Ж То Ферд Берет На Ж4 Шах Король Х2 Е Грозит Мат На поле Ж2 Если Белые Сыграют Ладья Ж1 То Задание Для Начинающих Во сколько Ходов Черные Могут Поставить Мат Белому Королю Нажмите На паузу Черные Могут Поставить Мат В один Ход Х4 Мат Возвращаемся К партии Е Д Было Сыграно С Д Конь На А5 Фишер Пишет Как известно К выгоде Белых Вариант Д5 Е5 Конь Е4 Конь Б На Д2 Конь Берет На Д2 Ферд Берет На Д2 Слон Берет Коня На Ф3 Ж Ф Слон Б4 Ферд С2 Слон Берет Ладью На Е1 Ферд Берет Коня На С6 Слон Б4 Слон Берет Пешку На Д5 Компьютер С этим Согласен Возвращаемся К партии Конь А5 Было Сыграно Слон С2 Конь С4 Фишер Пишет Лучше Возможно С5 В партии Эйдс Боголюбов Нью-Йорк 1924 Год Последовало Конь Б На Д2 СД Слон Берет На Д4 Конь С6 Слон Е3 Д5 ЕД Конь Б4 С равной Игрой Фишер Продолжает Единственная Возможность Получить Преимущество После С7 С5 Состоит В ДС ДС Конь Б На Д2 Но Компьютер Так Не Считает Возвращаемся К партии Конь С4 Было Сыграно Слон На С1 Защищая Пешку Б2 Б2 С5 Б3 Фишер Пишет Интересно Конь Б На Д2 Конь Берет Коня На Д2 Ферзь Берет На Д2 Слон Берет Коня На Ф3 Ж Ф Геллер Панна Амстердам 1956 Возвращаемся К партии Б3 Было Сыграно Конь А5 Компьютер Сыграл бы Так же Фишер Пишет Корчной Высказал Мнение Что Конь Б6 Давало Равенство Например Конь Б На Д2 С Д Н3 Слон Н5 Ж4 Возвращательный Знак Слон Ж6 Конь Берет На Д4 Пич Матанович Гавана 1962 Год Но Может быть Лучше Конь Ф На Д7 Н3 Слон Н5 Ж4 Слон Ж6 Д5 Слон Ф6 Водья Б1 Н5 Пич Саба 1962 Год Компьютер Считает Что в обоих Вариантах Шансы Черных Не хуже Возвращаемся К партии Конь А5 Было Сыграно И Фишер Ответил В этой Позиции Д5 Восклицательный Знак Фишера К этому Ходу В книге Фишера Мои 60 Памятных Партий К данной Партии Использованы Комментарии Корчного Корчной Пишет Значительно Сильнее Чем Слон Б2 Конь С6 Д5 Конь Б4 Как было В партии Капабланка Боголюбов Лондон 1922 Год В которой Черным Удалось Получить Преимущество Двух слонов Возвращаемся К партии Д5 Ход Фишера Конь На Д7 Фишер Пишет Большое Преимущество Могли Получить Белые После Конь Берет На Е4 Ладья Берет На Е4 Слон Берет На Ф3 Ферзь Берет На Ф3 Слон Ф6 Задание Для Всех Как Белым Предотвратить Потерю Ладьи А1 В этой Позиции Нажмите На Паузу У Белых Есть Ход Конь С3 Но Черные Играют Б4 Задание Для Начинающих Как Белые Продолжают В этой Позиции Чтобы Не Потерять Ладью Нажмите На Паузу Белые Играют Слон Б2 Или Слон Д2 Защищая Коня БС Слон Берет Пешку На С3 Слон Берет Слона Ферзь Берет Слона На С3 Компьютер Дает Белым Солидный Перевес Возвращаемся К Партии Конь Д7 Было Сыграно Конь Б На Д2 Слон Ф6 Фишер Пишет Качной Стремится Овладеть Черными Полями Прежде чем Белые Успеют Мобилизовать Свои Фигуры Для Наступления Ладья Ладья Б1 С4 Фишер Фишер Пишет Качной Считает Что в этот Момент Он Переусердствовал И создал Себе Много Слабых Пешек Согласно Его Анализу Черным Следовало Играть Конь Е5 H3 Конь Берет На F3 Шаг Конь Берет На F3 Слон Берет Коня Ферз Берет Слона B4 Фишер Продолжает Тем Не менее После Слон F4 Ладья Е8 Ферз G3 Слон Е5 Слон Берет Слона Ладья Берет Слона На Е5 F4 Ладья Е7 Ладья Б На Д1 Белые Угрожая Е4 Е5 Сохраняли Давление Компьютер С этим Согласен Возвращаемся К партии С4 Было Сыграно H3 Коршной Пишет Белые Не попадаются Не попадаются На Вариант B4 C3 Восклицательный Знак B A C D Слон Берет На Д2 Конь Е5 С последующим Разрушением Пешечного Прикрытия Белого Короля Которая Оставляя Оставляя Белым Двух Слонов Однако На Слон H5 Сильно Было Теперь B4 C3 C3 B A Cd Слон Слон Берет На D2 Конь Е5 G4 С преимуществом У белых Коршной Фишер Пишет В этом Варианте Простое Конь B7 И затем A6 A5 Дало бы Черным Хорошую Контур Игру На Слон G4 H5 Я Собирался Ответить G4 Ради Умерщвления Белопольного Слона Черных Можно Пойти На такое Ослабление Слон G6 Конь F1 И так Далее Возвращаемся К партии Слон Берет На F3 Было Сыграно Конь Взял Слона На F3 Cb Фишер Пишет Плохо Было Ладья Е8 Ввиду B4 Конь B7 Конь D4 А на C3 Могло Последовать А3 И пешка C3 Становилась Отличной Мишенью Которую Белые Окружили бы Путем Слон C1 Аб Ферзь Слона Е2 Компьютер Компьютер Предпочел бы Вернуться Слоном С Е3 На D2 С перевесом У белых B4 B4 Теперь у меня Богатая игра По черным полям Корчной А вот Компьютер Дает Преимущество Белых Конь D4 Ладья F На E8 Компьютер Сыграл бы Так же А Корчной Пишет Обеспокоенные Своими Пешечными Слабостями И Рассредоточенным Расположением Легких Фигур Черный Решает Вести В игру Еще одну Фигуру Вместо Того Чтобы Тратить Время На Какой Нибудь Защитительный Ход Однако Фишер Вскоре Доказывает Что у Белого Коня Отличные Перспективы На Королевском Фланге Поэтому Лучше Было G7 G6 Фишер Пишет После G6 Слон D3 Конь C5 Ладья C2 Конь А на B7 Конь E2 Слон G7 Белые Ничего Не Получали Возвращаемся К партии Ладья F на E8 Было Сыграно Белые Сыграли Конь На F5 Конь B7 Слон D4 Д4 Угрожает Конь F5 Берет Пешку На G7 G6 Конь H6 Шаг Король F8 Ладья C1 Этот Мощный Ход Напоминает Черным Об опасностях Которые Сулит им Линия C И Ненадежное Положение Их Короля Корчной Ладья А На C8 Компьютер Ставит К этому Ходу Вопросительный Знак А Корчной Пишет В предвидении Предстоящего Размена Слонов Черные Хотят Подготовиться Взятию На C3 Фигурой Ферзем Или Ладьей А не Пешкой Которая Может Оказаться Роковой Слабостью Компьютер Сыграл Б Слон Берет На D4 Ферзь Берет На D4 Двойное Нападение Задание Для Разрядников Как Планировал Компьютер Защититься От Угроз Белых В Этой Позиции Нажмите На Паузу Компьютер Сыграл Б Ферзь С3 Ферзь Берет На С3 В С3 Король Ж7 Конь Ж4 Н5 Конь Н2 Но В этот Момент Компьютер Понимает Что Слабая Пешка С3 Дает Преимущество Белым Родья А на С8 Конь Ф3 Конь Ф6 И так далее С перевесом У белых Возвращаемся К партии Водья А на С8 Было Сыграно Слон Д3 Корчной Пишет Эта Неточность Дает Черным Шансы На Спасение Очень Сильным Продолжением Здесь Было Водья Е3 А5 Слон Берет На С3 Б С Ферзь Д4 Ф6 Слон Б1 Окружая Пешку С3 Но Компьютер Продолжает Вариант Ферзь Б6 Размен Ферзей Ладья Е Берет Пешку На С3 Размен Ладей Задание Для Разрядников Что же Задумал За черных Компьютер В этой Позиции Нажмите На Паузу Компьютер Задумал Ход Конь Берет Пешку На Д5 Задание Для Начинающих Зачем Черные Отдают Коня В этой Позиции Что Они Имеют Веду Нажмите На Паузу Черные Имеют Веду Следующее На Е Д Они Играют Ладья Е1 Шах Двойной Удар Король Х2 Ладья Берет Слона С Примерно Равными Шансами В окончании В окончании Возвращаемся К партии Слон Д3 Было Сыграно Черные Ответили Ферзь А5 Убирая Ферзя Из-под Обстрела Белой Ладьи И Защищая Пешку А6 Ладья Е На С2 Конь Е5 Слон Ф1 Конь С5 Черные Временно Жертвуют Пешку Их Фигуры Развивают Большую Активность Корчной Слон Берет Слона На С3 Компьютер Сыграл Бы Так же Б С Ладья Берет На С3 Король Ж7 Конь Ж4 Конь Взял Коня На Ж4 Ферзь Взял Коня На Ж4 Разменяв Фигуру И избавившись Добавляясь от связки И угрожая пешкам Е4 И Б3 Не годилась Ладья Берет пешку На Е4 Задание Для Начинающих Почему же Не годилась Ладья Берет На Е4 Нажмите На Паузу Этот ход Не годился Из-за Ферзь Берет Ладью На С8 С победой Возвращаемся К партии Ладья Б8 Было Сыграно Ладья Ф3 Компьютер Сыграл бы Ладья С3 На Е3 Или Ферз Ф4 Единственный Шанс Белых Оживить Атаку На Королевском Фланге Корчной Конь Взял Пешку На Е4 Ферз Ф4 Ф5 Надежнее Было Ладья Б7 Корчной Черный Ослабляет Позицию Своего Короля Но Белые Не могут Это Использовать Фишер Ладья Е3 Ладья Е5 Ладья С6 Ладья Б На Е8 И мы с вами Подошли К позиции Которая Была Показана В начале Данного Видео И Которое Было Дано Задание Для Разрядников Определить Как Сыграл Фишер В Этой Позиции Компьютер Считает Ход Черных Ошибкой Он Взял Б Пешку Д5 Ладьей А Корчной Пишет Имея Мало Времени Я Просмотрел Ответ Белых Хотя Этот Ход И Неплох Но Из Практических Соображений Черным Следовало Избрать Простое Ж6 Ж5 Избегая Риска И сохраняя Хорошую Позицию Фишер Пишет После Ж5 Ферзь Ф3 Ладья Б на Е8 Ладья Берет Пешку На А6 Ферзь Берет На Д5 Б4 Шансы Были бы Примерно Равны Возвращаемся К партии Ладья Б На Е8 Белых Сыграно Партии И Фишер Ответил Ладья Берет Пешку На Д6 Восклицательный Знак Но Корчной Не Просмотрел Связку Коня Д4 А он Просмотрел Вилку В конце Комбинации В одном Из Вариантов Ферзь А1 Корчной Пишет Ужасная Ошибка В результате Которой Черные Теряют Две Пешки Без Всякой Компенсации Правильно И Необходимо Было Ж5 Водья Д7 Шах Король Ж6 Ферзь Ф3 Ферзь Б6 С угрозой Конь Е4 Берет На Ф2 Например Слон Д3 Конь Берет На Ф2 Ладья Берет На Е5 Конь Берет На Д3 Шах С Выигрышем Или Ж4 Конь Берет На Ф2 Ладья Берет Ладью На Е5 Конь Берет На Ж4 Шах С Перевесом У Черных Или Ладья Берет На Е4 Лучшее Корчной Ладья Берет На Е4 Ж4 Ладья Ф4 ЖФ Король А6 Ферзь Ж3 Ладья Е5 И у Черных По крайней Мере Ничья Вместо Этого Черные Взволнованные Неожиданным Поворотом Событий Ударились В панику И Фишер Эффектно Заканчивает Партию В несколько Ходов Корчной Фишер Пишет Между прочим Корчной Забывает Добавить Что После Ферзь Б6 Черные Имели бы Еще одну Угрозу Конь Ф6 Вылавливая Ладью Д7 В своем Анализе Он также Проходит Мимо Возможности Верной Защиты Путем Ферзь Е2 Конь Берет На Ф2 А что Еще Спрашивает Фишер Проигрывает Ф4 Ввиду Ладья Берет На Е4 Ладья Берет Ладью Ферзь С2 Король А6 Ладья С7 Восклицательный Знак С выигрышем Вернемся Назад Конь Берет На Ф2 Ладья Берет На Е5 Конь Берет На Ж4 Шах Восклицательный Знак Ладья Е3 Ладья Берет На Е3 Ферзь Берет На А6 Ферзь Берет На А6 Слон Берет На А6 Конь Ф6 Ладья Д8 Ладья Берет На Б3 С равенством А Конь Берет На А3 Шах Проигрывает После Король А2 Ферзь Ж1 Шах Король Ж3 Задание Задание Для Начинающих Как Черные Выигрывают В Случае Король Берет На А3 Нажмите На Паузу В этом Случае Черные Могут Поставить Мат В 3 Хода После Ферзь Х4 Шах Король Ф3 Ферзь Ф4 Мат Вернемся Назад Король Ж3 Ферзь 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 Шах Король Ф3 Задание Для Начинающих Как Черный Выигрывает В Случае Король Берет Коня На Х3 Нажмите На Паузу В В этом Случае Черные Могут Поставить Мат В Два Хода После Ферзь Х1 Шах Король Ж4 Единственный Ход Ферзь Х5 Мат Вернемся Назад Король Ф3 Ладья Берет На Н5 Ферзь А6 Шах Король Х5 Ладья Берет На Х7 Мат Вернемся Назад Конь Е4 Шах Фишер Продолжает Странно Но у Черных Нет Лучшего Шаха Если Если мы Уже Посмотрели После Конь Е4 Белые Отвечают Король Х2 Ладья Берет На Е5 Ферзь Берет Пешку На А6 Размен Ферзей Конь Ф6 С вероятной Ничьей Фишер Вот эту Заключительную Вилку Мог Просмотреть Корчной Черные Отыграли Пешку Д5 Итак Фишер В целом Согласен Скорченым Что и при Лучшей Игре Белых Черные Добивались Ничьей Осталось Еще узнать Мнение Компьютера Главной Позиции После Ферз Б6 Дело в том Что компьютер Считает Позицию Белых Намного Лучше После Хода Ладья Е2 Конь Ф6 Ладья С2 Ладья Е1 Ладья С6 Ферз Б5 Король Н2 Компьютер Кажется Что белые Должны Выиграть Ферз Берет На Ф1 А может Быть Черный Ладья Берет Коня На Ф6 Шах Король Берет На Ф6 Другого Нет Ферз С3 Шах Ладья 8 На Е5 Ферз С6 Шах Ладья Е6 Единственный Ход ДЕ Сильнейший Ход За Белых Ферз H1 Шах Король Ж3 Кто же Здесь Выигрывает Ладья С1 Сильнейший Ход Ферз Ф3 Сильнейший Ответ Король Ж6 Освязательный Знак Ладья Ф7 Ладья С5 Ферз Д3 Ферз Е1 Ферз Д4 Ферз Е5 Шах Размен Ферз Д3 Ладья Е7 Защищает Пешку Ладья Б5 С равным Эншпилем Возвращаемся К партии Ферз А1 Было Сыграно Фишер Ответил Ладья Берет Пешку На А6 Корчному Оставалось Сделать Лишь Один Ход До Контроля Времени Но его позиция Уже Проиграна Ферз Д4 Ладья Д3 Ферз Б2 Д6 Ж5 Ферз Е3 Ф4 Ферз А7 Шах Черные Сдались Фишер Пишет Еще Могло Последовать Король Ф8 Д7 Ладья Д8 Ферз Б6 Король Е7 Ферз Берет На Д8 Шах Король Берет На Д8 Ладья А8 Шах Король Е7 Д8 Ферз Шах С выигрышем Белых В книге Фишера Мои 60 памятных партий Все предисловия к партиям Написаны другом Фишера Гроссмейстером Ларри Эвансом Эванс пишет Я люблю Заманивать Своих Противников Давая Им Возможность Испытать Радость Инициативы Так Чтобы Они Увлеклись Забылись И пожертвовали Материал Писал Корчной Фишер Не нуждается В том Чтобы Его Заманивали Он Находит Усиление Д4 Д5 В хорошо Известном Варианте Применявшимся Капабланкой И все же Он добивается Лишь Микроскопического Перевеса Корчной Кажется Находится В заблуждении Считая Что Его дела Очень Плохи Фишер Отверждает Что У белых Ничего Нет Вскоре Фишер Делает Ошибку И Корчной Пользуется Возможностью Перехватить Инициативу Но И он Ошибается И Испытывая Недостаток Времени Терпит Фиаско Гарри Каспаров Пишет Наступает Новый цикл Розыгрыша Первенства Мира И уже На межзональном Турнире В Стокгольме Фишер Блестяще Демонстрирует Насколько Он Вырос Со времени Дебюта В Порта Оже Как раз Ко дню Своего 19-летия Бобби Преподнес Себе Прекрасный Подарок Первое место Фишер 17,5 Из 22 Второе Третье Геллер И Петросян По 15 Четвертое Пятое Горчной И Филип По 14 И так далее Эта победа Вызвала Настоящий Фурор В мире Наконец-то На Западе Писала Одна из Газет Появился Шахматист Который Пробил Магический Круг Русских Гроссмейстеров Выиграв Крупный Международный Турнир Руководитель Руководитель Советской Делегации Абрамов Писал Успех Фишера В Стокгольме Производит Большое Впечатление Здесь И процент Набранных Очков В 80% И отрыв От ближайших Соперников 2,5 очка И отсутствие Поражений И завидная Легкость Игры Тигран Петросян Писал Игра Фишера Оставила Хорошее Впечатление И успех Его Заслужен За последние 2 года Молодой Гроссмейстер Заметно Изменился Он Стал Разносторонним Шахматистом Текотеющим К позиционной Игре Будущее Рисовалось Бобби В самых Розовых Красках Он Не сомневался Ни в своем Успехе На Кюрасао Не в победе Над Ботвинником Что касается Самого Чемпиона Мира То он Дал Высокую Оценку Таланту Вероятного Соперника Но Не упустил Случая Подколоть Задиру Пока Фишер Не так Страшен Как он Сам Себя Малюет Итак В этом Видеоролике Мы с вами Увидели Партию Роберт Фишер Виктор Качной Сыгранную В мезональном Турнире В Стокгольме Швеция В 1962 Году В которой Была Разыграна Испанская Партия Я Надеюсь Что Видео Вам Понравилось И Было Для Вас Полезным Если Это Так Ставьте Лайки И Нажимайте На Рекламу И Поддерживайте Мой Канал Финансово По Ссылкам В Описании Подписывайтесь На Канал Нажимайте Колокольчик Чтобы Получать Извещения О Выходе Новых Видеороликов Выполняйте Все Правила Клуба И После Этого Оставляйте Комментарии До Свидания До Новых Встреч Продолжение следует